Всем привет! Всем доброе утро! Хочу рассказать вам историю, которая совсем недавно со мной произошла. Я, в общем, поругался, мне кажется, с торговым центром, с одной очень крупной сетью здесь, в Испании. В общем, сейчас обо всем по порядку расскажу, что же такого произошло и почему я с ними поругался. И началось все с того, что я решил себе купить обувь. И в торговом центре я их видел, но там была огромная очередь, и я подумал, ладно, бог с ним с этой обувью. И я, в общем, потом или на сайте посмотрю или, и, может, потом еще раз приеду и куплю, потому что я очень сильно торопился. В общем, уже не в столь суть. Я приехал домой и смотрю, но начал искать. Я зашел на официальный сайт этого бренда. Но я не буду говорить, что за бренд и так далее, неважно. Вот, и смотрю, но у них нету моего размера. Думаю, ладно, давай искать, где вообще есть. Но нету, есть сайты с Апатия, есть сайты с Аланду, где можно было найти эту обувь, но конкретно этой модели не было. Я сначала думал, ладно, бог с ним уже. С этой обувью, ничего страшного. И случайно наткнулся на сайте El Corte Inglés о том, что у них есть эта обувь, притом еще даже дешевле, чем представлено у них в магазине. На 20 евро дешевле она стоила на сайте. Я думаю, о, так это вообще прекрасно. Это прям знак судьбы о том, что надо брать. Ну, я решил купить. Купил я 13 июля обувь. И они мне написали, что доставка будет 16 июля. Думаю, вообще прекрасно. Через 3 дня придет, там 4 дня, ну, неважно. И вообще шикарно будет. В общем, я оформляю покупку, оплачиваю ее. Плюс они еще берут 5, не помню, около 6 евро за доставку. Бум, 5 евро. Я думаю, ну ладно, 5 евро, так 5, ничего страшного. Оплачиваю тем более, что обувь на 20 евро дешевле. Ну, в итоге на 15 получится. Думаю, хорошо. В общем, наступает день X. 16 июля. Посылка не приходит. Я думаю, так, хорошо. Ну, бывает такое, что, возможно, задерживается. И в назначенный срок не приходит посылка. На следующий день 17 числа я уже думаю, позвоню-ка я, напишу. Я начинаю писать в рекординг лес. Там что-то мне толком ничего не говорят. Я звоню им в офис. Они мне что-то там говорят о том, что посылка была, мой заказ был передан в компанию по доставке. То есть, по факту доставляет не Элькортинг лес, а компания, ну, вот по типу, кстати, Сеур стоит. По типу такой компании, но не Сеур. И не Диачель там, а компания ПАК. Я думаю, хорошо. Я начинаю искать этот ПАК. Да, действительно, меня выводят. Ну, когда ты заходишь на сайт Элькортинг леса, в свои заказы, меня перекидывает на сайт ПАК. И я вижу, что, да, посылка как бы значится. Там 4 пункта доставлены к ним в Деловберский, не помню, как это называется, в общем, в центр доставки. Думаю, хорошо, окей. Я начинаю им звонить, потому что писать там что-то не получается у них в чат выйти. Я начинаю им звонить, они что-то там как бы невнятное мне отвечают. Что придет посылка, в общем, ждите. Хорошо. Думаю, ладно, 17-е число проходит, наступает 18-е. Думаю, так, где моя посылка? В этот момент я уже пишу письмо в Элькортинг лес, официальное. В смысле, ну как, в службу, в клиентскую службу о том, что... Друзья, уважаемые Элькортинг леса, вы мне обещали прислать мой заказ 16-го июля, сегодня 18-е, где мой заказ. В общем, они мне, ну там, долго отвечают. Я пока им это письмо ушло, пока они, видимо, там соображали, начинаю звонить в ПАК. В ПАК берет трубку. Мужчина, как мне кажется, он точно не испанец. Почему я сделал такой вывод? Потому что он очень плохо говорил по-испански. И он, по-моему, не понял, чего я хотел. В итоге, мне приходит письмо из Элькортинг леса о том, что, уважаемый клиент, мы отправили запрос в этот ПАК, чтобы узнать, где вообще ваш заказ находится. Ну и все, как бы вы ничего мне не ответили. Я им пишу встречное письмо. Скажите, когда мне ждать? Потому что сидеть дома и в ожидании посылки как-то совсем не хочется. И терять время. И они мне, через какое-то время, отвечают о том, что ваша посылка задержана, будет доставлена в течение 48 часов. И я смотрю, статус места доставки 16 июля поменялся на то, что она затеряна где-то. Ну хорошо, ждем 48 часов. Проходят первые сутки, вторые. Я 20 июля пишу им. Здрасте. Где моя посылка? Они мне отвечают. А, они мне писают письмо. Почему я начал писать-то? Приходят мне с утра письмо, я открываю почту о том, что уважаемый клиент, ваша посылка будет доставлена в течение 48 часов. Думаю, не понял. В смысле? В смысле в течение 48 часов? Сегодня как бы 20-е число. Вы мне обещали 48 часов назад, что будет доставлена посылка. Я им начинал писать письмо о том, что уважаемый Элькопинглес, где мой заказ? Пожалуйста, разберитесь и скажите, когда придет. Я покупал у вас, и не надо перекидывать на ПААК, потому что они как бы посредники. Да, это служба доставки, но, во-первых, как минимум, я заплатил за доставку. Во-вторых, вы мне обещали в конкретный срок доставить посылку. Ну, и в-третьих, давайте-ка разбирайтесь. И в этот момент я звоню тоже в ПААК. Опять берет этот мужчина трубку, и он мне начинает трубку говорить, я вас плохо слышу, я вас не слышу, и, в общем, кидает трубку. Думаю, хорошо. Ладно. Разбираемся. Элькопинглес мне опять пишет, что все, ваша посылка 100% будет доставлена в течение 48 часов. Все, ПАК. Там прям обещает ее доставить вовремя. Думаю, хорошо. Успокоился. Думаю, ладно. Раз 48 часов еще вам надо, пожалуйста. И 22-го числа, видимо, не дожидаясь уже моего запроса, мне приходит от Элькопинглеса письмо. Уважаемый клиент, ваша посылка, ваш заказ будет доставлен в течение 48 часов. Я так думаю, вы как бы шутите или нет. Потому что я, если честно, тут уже начинаю подкипать. Потому что, в смысле, вы мне уже третий раз обещаете, что в течение 48 часов будет доставлена моя посылка. Но никаким образом она еще не была доставлена в указанный вами срок. Я думаю, окей. Я захожу. Здесь есть такое министерство консума, как-то так оно называется. использование. Я захожу на сайт этого министерства и начинаю искать законы, чтобы понять вообще, что мне делать в такой ситуации. Хорошо, я нахожу законы. Не помню, там 102 или 103, 101. Не помню. Уже, если честно. Потому что в тот момент меня это не столько волновало. Я читаю этот закон, понимаю, что у меня есть несколько путей решения. Один из путей решения, это... Вернее, один из путей совместно, это написать в защиту прав потребителей письмо с требованиями. Первое. Возместить мне потраченные деньги в двойном размере. Это раз. Второе. Требовать доставку товара в указанный срок. И на что там нужно было обратить внимание? Да, ну, по закону дается 30 дней на доставку. Но есть оговорка. Если, например, магазин не устанавливает этот срок, то этот срок дается 2 недели. Да, то есть, в течение двух недель они мне должны доставить мой заказ. И если они его не доставляют в течение двух недель, то у них есть месяц, чтобы доставить мне этот заказ. Это если магазин не устанавливает срок. Но магазин не установил срок, что доставка будет 16-го числа. И затем он ее сам перенес. на 48 часов. Это тоже законом предусмотрено, о том, что если не был доставлен вот в этот срок, то там автоматом можно перенести еще на 2 недели. В итоге вот вместе получается. Но при условии, что магазин не устанавливает срок. А магазин установил срок доставки. Поэтому по истечении этого времени я имею полное право написать вот эту вот жалобу. Я думаю, хорошо. Я пишу жалобу. Добавляю все туда скринные переписки. Оплаты. То есть там доказательства того, что я действительно покупал в Волькорт Англесе. И доказательства того, что мне ничего не пришло. Отправляем письмо это. И это письмо уходит автоматом в Волькорт Англес. Но перед тем, как отправить жалобу в Волькорт Англес, я им пишу письмо огромное. Целых два письма о том, что друзья, уважаемый Волькорт Англес, это уже не смешно. Пожалуйста, доставьте мне мой заказ вовремя. И либо верните деньги уже. Потому что это не смешно. В общем, я написал им эти два письма. И начал писать жалобу на них. Вот. И вот эти жалобы уходят и в Волькорт Англес, и в не в Министерство, а в Службу защиты прав потребителей. Параллельно я звоню в ПАК. Там этот мужчина со мной не хочет разговаривать вообще ни в какую. Я вас не слышу. Я вообще не понимаю, что вы хотите. И я понимаю, что он уже собирается положить трубку, потому что предыдущие три раза, два раза, я помню, что он кал трубку. Я начинаю прям на него наезжать. Прям наехал. Мне кажется, как никогда. Я вспомнил все испанские слова. В общем, он что-то мне там начал объяснять, что ждите, доставка будет. Я говорю, когда? Когда мне ждать? Вы меня кормите завтраками? Мне уже надоело ждать. Пожалуйста, доставьте мне посылку. Вам что, далеко нести ее из Жероны до Юрейта? Что происходит? Почему вы не можете ее доставить? У нас очень много заказов, мы не справляемся. Я говорю, меня это как должно волновать? Он там, ой, я вас не слышу, они слышат, кидают трубку. Я перезваниваю, он берет трубку, я у него спрашиваю, как вас зовут? Он опять кидает трубку. Я думаю, так. Ну, во-первых, нормальная компания так делать не будет. Кидать трубку, с клиентом будут разговаривать. Я пишу такое тоже письмо в клиентскую службу. Не знаю, почему там все это закончилось, они как бы не отвечают. И на третий раз берет уже другой менеджер трубку, агент, и он уже отвечает на мои вопросы, говорит, что не переживайте, завтра ваша посылка будет доставлена. И в этот момент мне отвечает Alcort Inglés. Они получили жалобу, видимо, и они мне отвечают, что мы оформили возврат денег, вам будут возвращены деньги в течение такого-то времени. я вам пишу, говорю, нет, стоп, мне не надо, я из-за вас потерял время, потому что я мог купить эту обувь в магазине. Из-за вас вы мне обещали одно, поэтому нет. Либо возвращайте в двойном размере, либо как бы обувь. Я не знаю, что-то, может быть, Alcort Inglés наехал на пак, может быть, что-то еще произошло, в общем, 23-го мне ничего не пришло, и 24-го июля я, мне кажется, их уже достал, обувь мне принесли. Причем, они изменился статус, что доставку ждите с 10 утра до 10 вечера. Я думаю, вот вы сейчас серьезно? Я думаю, так, ладно, звоню в этот пак, а я их уже проклинаю, потому что, ну, это невозможно было с ними общаться. И они берут только и говорят, ждите до 10 вечера, я говорю, можете конкретнее сказать? С 6 до 10 это хотя бы будет, потому что с 10 до 10 12 часов сидеть дома и ждать вашу посылку, я как бы не очень-то говорю желанием, потому что на улице дикая жара, и, как минимум, у меня есть дела. Ну, на улице дикая жара, имею в виду, что я бы хотел сходить на море, как минимум. Да, но при этом я сижу, думаю, что ладно. Поскольку я долго ждал эту обувь, надо, видимо, ждать, пока они ее привезут. В итоге я сходил на море, они ее доставили в 9 вечера. Позвонил, наконец, доставщик, сказал, едет. Ждите, через одну минуту буду. Это вот надо было вынести мозг всем, не знаю, мне и им, всем. Мне кажется, он уже пешком бежит из Зероны, чтобы привезти мне эту коробку заветную сейчас будем успаковывать. Мне кажется, вот он приехал, почему Сеур, вопрос. Ну, в общем, сейчас принесет мне посылку, наконец-то. Привезли посылку, наконец-то, просто, 10 дней ожидания и привезли эту посылку, коробку. Эль Кортинг Лес, вот написано. Что будем открывать? Господи, что они с ней делали? Вся растрепанная. Ладно, коробку завязали какой-то, чтобы она не открылась. Просто люди беспокоились, запаковали, просто такой контраст. Вот, запаковали ленточкой. Сейчас будем смотреть. То ли вообще привезли, а то. Давай, барабанная, вроде. О, ну, вроде то. В общем, вот такие купил себе. Кроссовки уже лето заканчивается, и только доставили их 10 дней надо было доставлять. Ну, по крайней мере, кстати, вот они очень удобные. Прям очень удобные, очень классные. Зашел на почту, уже пишет Элькорт Инглес. Нас проинформировали, что посылку вам доставили быстро. То есть, тут они быстро сработали. А как доставить они ее никак не могли. Короче, никогда в жизни больше ничего не закажу на сайте Элькорт Инглеса. Но самое интересное, что я Элькорту написал, что я больше никогда в жизни у вас ничего не куплю и вообще буду всем рекомендовать никогда в жизни у вас ничего не покупать, потому что это весьма странное поведение. При этом я у них еще на сайте хотел купить сумку. Я думаю, слава богу, я не купил у них на сайте эту сумку, потому что нервы потраченные, пока ты ждешь. Это очень печально. И самое интересное, что мне кажется, просто как минимум напишите, что приносим свои извинения и доставка будет вам осуществлена 24 июля. Все. Ребята, у меня больше не будет никаких вопросов. Я буду четко понимать, что вы мне 24 июля пришлете мой заказ. И к вам никаких вопросов, никаких претензий не будет. Но вы мне отвечаете в течение 48 часов 40, то есть дают не 24 часа, завтра, послезавтра, а дают в течение 48 часов. Когда? Что все настолько абстрактно? И служба, клиентская служба кортангалеса отвечает очень странно, очень медленно. Там, с одной я общался, она, мы с ней 4 вопроса обсуждали полтора часа. Я уже ей в конце пишу и говорю, я не понимаю, может быть, вы робот, вы бот, почему вы мне так отвечаете? Одинаково. Одно вообще просто, вот эти вот фразы, видимо, их какие-то там подготовленные заранее. Она вот ими отвечает. И, значит, на следующий день после доставки приходят мне два письма на почту. Первое, отель кортангалеса. Уважаемый клиент, просим вас оценить совершенную покупку. Как вам вообще наша доставка? Я думаю, вот вы сейчас пошутили, или вы действительно хотите знать. И ПАК мне пишет. Уважаемый клиент, как вам наша служба доставки? Ребята, вот. Я понимаю, что это автоматом приходит, но лучше бы вы этого не делали. Я им накатал такую огромную телегу, на ней мне ничего никто не ответил. Вот. Это насколько клиента ориентированный в кавычках здесь торговый центр рекординг леса. Вот это вот служба ПАК. При этом я зашел на... Ну, просто стал искать информацию про этот ПАК. И люди, я не первый, кто жалуется, кто покупает в Валькотт-ингрессе обувь, ну, не обувь, а вернее, товары, и жалуются на службу доставки ПАК. Там был один мужчина, он писал, что я купил в январе часы, сегодня февраль, а мне они до сих пор не пришли. Ну, как бы, будьте, пожалуйста, любезны. Месяц прошел, а часов нет. Деньги-то, как бы, взяли. Вот я тоже, если задумываю, деньги-то вы, как бы, взяли вот так вот, почти в шкурс писали, а как доставить, вы не можете. Я вам, причем, уже писал, говорил, что давайте я приеду к вам в Барселону, в Валькотт-ингресс уже заберу эту обувь. Я же думаю, бог с ним, я съездил в Барселону. Нет, так нельзя, там, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вы разворачиваете доставку, я приеду, заберу. Все просто они некомпетентны, не удовлетворяют никаких потребностей, не общаются с клиентом. Вот, короче, самое, ну, я не знаю, может быть, это потому, что крупнейшая сеть здесь в Испании, и аналогов им здесь нет таких, поэтому они себя так и ведут. Но при этом цены, так как бы, в Валькотт-ингресс не самые низкие, поэтому могли бы быть и полюбезнее с клиентами. Кстати, в уточнении еще хочу сказать, что когда пишете какие-то жалобы, например, вот в моем случае был Илькорт-ингресс, где я купил обувь, да, какой-то товар, неважно, и посредник это служба доставки, и Илькорт-ингресс меня перекидывал на службу доставки, нет, нужно разбираться именно с Илькорт-ингрессом. В законе так четко даже прописано, что ответственность несет компания у тех, у кого вы приобрели товар. То есть, в данном случае это Илькорт-ингресс, не компания доставки. Компания доставки здесь посредник, и там уже должны разбираться с ней Илькорт-ингресс, о том, что почему они задержали доставку, почему они потеряли, повредили еще и так далее. Поэтому не нужно вестись на провокации доводы о том, что нужно общаться с компанией доставкой. Нет, только с продавцом. Такая вот история, кто сталкивался с похожими ситуациями, как вы из них выходили, что вообще делали, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. В общем, всем хорошего дня, хорошего настроения, увидимся уже в следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok